Всем привет! Меня зовут Инга, я преподаватель русского языка. Сегодняшняя тема – данные и новые в тексте. Кроме того, мы сегодня еще поговорим о таком типе речи, как повествование. Так, каков наш план? Мы вспомним, что значит понятие данное и новое, когда мы говорим о тексте. Конечно же, мы должны обсудить виды связи предложений в тексте, и далее мы скажем об особенностях такого типа речи, как повествование, расскажем о структуре повествования. Итак, как мы строим нашу речь? Мы знаем, что в речи мысль развивается постепенно. Опираясь на известное, мы переходим к новому. В связи с этим мы должны вывести такие понятия, как данное и новое. Что же это такое? Данное – это уже известная нам информация. Это точка, на которую мы опираемся, когда строим свою мысль. Это отправная точка развития нашей мысли. Что же такое новое? Новое – это то, что становится известным. Только становится известным. Это развитие мысли. Рассмотрим пример. Он улыбнулся и повернулся к полосатой кошке, но та уже исчезла. Вместо нее на заборе сидела довольно сурового вида женщина в очках, форма которых была до странности похожа на отметины вокруг кошачьих глаз. Разберем пока этот кусочек. Мы видим, он улыбнулся и повернулся к полосатой кошке. Это отправная точка. Это известная нам информация. К ней добавляется новая. Но та уже исчезла. Кошка исчезла. Это, безусловно, новая информация. Вместо нее на заборе сидела довольно сурового вида женщина в очках. Мы видим, что новая, да, та уже исчезла, становится данным во втором предложении. Вместо нее мы понимаем, что она отсутствует, эта кошка. На заборе сидела довольно сурового вида женщина в очках. Это новое то, что добавляется к данному. Женщина в очках, форма которых была до странности похожа на отметины вокруг кошачьих глаз. Смотрим следующее предложение. Женщина тоже была в мантии, только в изумрудной. Мы видим, что та информация, которая была новой во втором предложении, мы помним, что новой является информацией о том, что появилась женщина вместо кошки, становится данным в третьем предложении. И к этому данному добавляется новая. Новая является информация о том, что она была в мантии, только в изумрудной. Предложения в тексте могут быть связаны двумя способами. Первый способ – это последовательная связь. И второй способ – это параллельная связь. Что же представляет собой последовательная связь? Последовательная связь предполагает, что каждое последующее предложение связано с предыдущим. Если мы запишем схему фрагмента текста, который основывается как раз-таки на последовательной связи предложений, то у нас получится такой вот паровозик. Второе предложение соотносится с первым, третье со вторым, четвертое с третьим. И так, хоть до бесконечности. Рассмотрим пример. Жил в нашем городе художник Николай Ефимович Лебедев. Он за свою долгую жизнь написал очень много работ. Добрая сотня картины и тюдов до сих пор хранится в нашем краеведческом музее. В этот музей мы ходили на экскурсию. Мы видим, что действительно предложения, как и вагончики, друг за друга цепляются. Николай Ефимович Лебедев художник. Это информация, которая содержится в первом предложении. Это новая для нас информация. Эта новая становится данной во втором предложении. Николай Ефимович Лебедев, видим он. Он за свою долгую жизнь написал очень много работ. Написал очень много работ. Это новое в данном предложении. Это новое становится данным в третьем предложении. «Добрые сотни картин и этюдов». Что к этому данному добавляется в качестве нового? Нам известно, что эти работы хранятся в Крывеческом музее. То, что «Добрые сотни картин и этюдов» до сих пор хранится в нашем Крывеческом музее, это, конечно, новая информация. Эта новая информация превращается в данное, в четвертом предложении, в этот музей, и добавляется новое «Мы ходили на экскурсию». Таким образом строится последовательная связь. Еще один вид связи предложений в тексте – это параллельная связь. Идея параллельной связи состоит в том, что последующие предложения, начиная со второго, первым предложения. Получится у нас вот такая пирамидка, как вы видите, если мы составим схему. Рассмотрим пример. «Наступила ночь, в лесу стало совсем темно. Поднялся ветер, зашелестели на тополях листья, которые до этого были неподвижными. Где-то вдали слышался голос встревоженной птицы». Мы видим, что предложения действительно, начиная со второго, соотносятся по смыслу с первым. «Наступила ночь, и что произошло? В лесу стало совсем темно. Наступила ночь, и что произошло? Поднялся ветер, зашелестели на тополях листья и так далее. Наступила ночь, и что произошло? Где-то вдали слышался голос встревоженной птицы». Видим, что перед нами, конечно же, пример параллельной связи предложений в тексте. Далее мы должны сказать о таком типе речи, как повествование. Что же это такое? Как известно, повествование – это тип речи, главная задача которого – рассказать о действиях, событиях, которые последовательно сменяют друг друга. Какова же структура повествования? Структура повествования очень напоминает структуру сюжета художественного произведения. Сначала мы видим завязку. Завязка – это начало действия. Далее мы наблюдаем развитие действия, сменяющие друг друга события. Далее может быть кульминационный момент. Кульминация – это наиболее напряженный момент развития действия. Мы знаем, что кульминация не обязательно должна быть в повествовательном тексте. Может все ограничиться рассказом о развитии действия, событий. И, конечно, в тексте повествования обычно есть развязка. Развязка рассказывает нам об окончании действия. Разберем пример. Однажды в мае мы с ребятами из класса решили пойти в поход. Мы собрали немного денег, купили продуктов и отправились в путешествие. Мы видим, что это завязка, начало действия. Однажды в мае мы с ребятами из класса решили пойти в поход. Вот, значит, отправились в путешествие. Далее мы наблюдаем рассказ о развитии действия. Как только приехали на место, сразу стали ставить палатку. Потом готовили еду. Вечером мы рассказывали друг другу страшные истории и пели песни. Пожалуйста, рассказ о том, как развивались события. Следующая часть представляет собой развязку. Чем же все кончилось? Мы вернулись домой на следующий день очень счастливыми. Ведь поход был замечательный. Итак, ребята, сегодня мы поговорили о структуре текста и о таком типе речи, как повествование. На этом наше занятие окончено. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok